Друзья, для сегодняшнего ролика сниматься при поддержке YouTube канала LOS Fishing. Ссылка в описании. Проходим, подписываемся. С вами Палец Вверх. Передаем приветы от меня. Ну и поехали! Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня будет не совсем обычный ролик. Будет снять он дома. Но маленько из прошлого туда повставляем. Давно хотел рассказать. Никак не доходило время. У меня не позволяло. А сейчас как раз сегодня я не смог выбраться никуда на рыбалку. Там не в лес. По семейным обстоятельствам, скажем так. И думаю, дай-ка я расскажу вам. Думаю, будет интересно. Потому что многие смотрят мои ролики уже давно. Они снимают уже 12-й год. Это даже страшно представить. Сколько это времени прошло. И мало кто знает, что некоторым снастям я... И по некоторым, можно сказать, рыбалкам я относился, скажем так, скептически. Как бы, знаете, не доверял, не любил некоторых видов рыбалок. Но об этом я никому никогда не говорил из вас. И все так смотрите на меня, думаете, что вот... Ага. С этими снастями он любит, дружит давно. И рыбачить он так любит. Хотя не совсем так. Потому что некоторые виды рыбалок я просто ненавидел. И понять не мог, как на это можно было ловить. Как люди этим занимаются. И со временем я из ненависти к некоторым видам рыбалки пришел к тому, что я их начал просто любить и обожать. Вот сегодня об этом я и расскажу. Начнем, пожалуй, друзья, мы с такой снасти, как спиннинг. Данную снасть я полюбил сравнительно недавно. И расскажу, почему я раньше ее ненавидел. И как пришла, можно сказать так, любовь к этой снасти. И почему я раньше ее ненавидел. Ну, рассказ будет долгим, но, надеюсь, интересно. Со спиннингом я знаком с детства. То есть отец у меня рыбачил, дядька у меня рыбачил на спиннинг. Им это все нравилось. Но, знаете, в то время еще были такие, можно сказать, алюминиевые палки с невской катушкой. Которую, если забростишь не так, то получается огромнейшая борода. Блесны были самодельные, либо магазинские. Но, знаете, магазинские не сильно отличались от самодельных. То есть это были банальные блесны, самые простые. Не было раньше никаких там воблеров японских и т.д. и т.п. Отец мне предлагал раньше, допустим, на рыбалку пойдет, ему одному было скучно. Он меня брал с собой, но заканчивается это обычно матом благим. Рыбу я ловить не умел на спиннинг. То есть у меня просто она ничего не ловилась. Как сейчас помню, сколько раз не ходил, я только видел один раз, как мне окунь выбежал, добежал до берега. Хороший окунь такой большой, но блесну он не взял. Больше я ничего хорошего не видел. Это зацепы. Отец матерится оторвать блесну. Это все, это была катастрофа. Борода. Опять отец матерится. Что ж ты плохорукий там не можешь забросить. Ну, по-доброму, по-отцовски, но тем не менее. И, короче, к этой снасти я относился, блин, ну как на ней вообще, как эту железяку может рыба есть. Знаете, я ходил, каждый раз плевался, а отказать отцу я не мог, потому что, знаете, отец, раз ты ему откажешь, потом в следующий раз на какую-нибудь интересную рыбалку не возьмет. И я соглашался на такие провокации, ходили пешком за многие там километры, и это меня убивало еще, знаете, когда придешь, ничего не поймаешь, отец там поймают, две щуки такие с килограммчик. А ты ходишь просто так, вот это, полощешь эти блестки, думаешь, знаете, мне это все надо. И вот эту снасть я ненавидел сильно. Но потом я ее полюбил. Как это произошло? А провел слово-то, друзья, спустя какие-то годы, времена, отец уже мертвый, умер уже к тому времени. Я начал в свое время покупать журналы спортивного рыболовства, и там в этих журналах много было всего интересного. То есть я увидел, что на спиннинг кладут люди головлей, хорюзов, езей, про такую рыбу, знаете, более-менее мирную. Я знать не знал, что их на блесну можно поймать еще, знаете, ну не на то, что на блесну на спиннинг в целом. Я смотрю, какие там катушки интересные появляются в магазине, а в магазинах, знаете, их безинерционную катушку просто их была, она там, две-три в магазине и все. То есть и то не в каждом. И меня заинтересовало просто потому по себе, ну как так-то люди лоят, интересно, знаете, по фоткам, по статьям читаешь и понимаешь, что все это как-то, блин, круто выглядит-то. В то время еще приложения были, то есть покупаешь журнал, допустим, рыбачим с нами, и в этом журнале плюсом шел диск, то есть там рассказывают, показывают, как там лоят люди на спиннинг. И знаете, меня зацепило просто от одного, от них видео. Я к другу пришел где-то в гости, он мне показал тоже свой спиннинг, это был штекинг спиннинг уже, знаете, такой, не с качеством дорогой, безинерционная катушка, плетенка. Все это, знаете, у меня такой, блин, так, а ты что, губиловишь? Да, все нормально получается. Меня заинтересовало, а то, блин, я думаю, все равно соберу себе эту снасть и вот уже женат был, представьте себе, жена мне, там, можно сказать, ну, в Академии вместе покупали, подарок на ненаждение мне было зимой, в феврале месяце, представьте, я начал собирать себе снасть плетенку, все дела, воблера заинтересовали, начал покупать там джиги какие-то, и первые рыбалки начали приносить уже вот эти маленькие вертушки, они приносили окушков, там где-то, окушок там попадется, два, три, там, пять, щуку поймаешь, и, короче, зацепило, и втянуло-то так, что эту снасть в свое время, она была одной из самых любимых у меня, то есть я прям втянулся вот в эту рыбалку, полюбил ее жестко, скажем так. Ну, сами видите, то, что спиннинг, ну, я не буду сказать, что это моя любимая снасть, по-любому, наверное, любимая снасть мормышка, но, тем не менее, спиннинг я полюбил и очень люблю ее рыбачить, то есть я болею этой рыбалкой в данный момент и ловлю по мере возможности практически постоянно, как-то так. Что касаемо мормышки, кстати, да, зацепили вот эту тему мормышку, зимнюю рыбалку в целом, давайте, это не то, что мормышку, объясню. Хотите, верьте, хотите, нет, но в свое время я зимнюю рыбалку просто ненавидел, я не довидел ее всей душой, я просто не понимал, как это такое может быть. Отец у меня занимался зимней рыбалкой, начнем с того, я еще помню, маленький был, и он с рыбалки приносил этих маленьких какие-то гершей, я думаю, как-то интересно, разве я сидеть, морозить топли ради таких вот рыбешек, но потом, ну, давайте сначала начнем рассказ. То есть все пошло из детства, снасть зимняя я знал, как выглядят примерно, все эти удочки, вот сабы, ящики вот эти деревянные, там из фанеры, из чего они, знаю, сделаны, но скажу сразу, отец меня на зимней рыбалке раньше не брал, то есть у меня нет любви точно из детства никакой к этой рыбалке. Это пришло уже позднее, когда друзья появились, которые ходили на зимнюю рыбалку, им это нравилось. Я где-то думаю, дай-ка схожу с вами, и я просто офигел, был лед сантиметров 10, это у меня вызывало дикий ужас, я считал, что это очень тонкий лед, он трещал под ногами от мороза, он, правда, трещал-то не то, что ты тяжелый, я боялся ходить, во-первых, во-вторых, был лючий мороз, по мне так казалось, градусов где-то 18-20, я весь там окощенел, вдруг у меня поймал одного окуня, обглудили по четырм, я больше там никакой рыбы я не видел, я думал, да нафиг мне это все надо, сопли до колена, сидишь, мерзнешь, ради какой-то там рыбешки, допустим, даже, вот, думаю, 10 этих окоюков, они мне нафиг не нужны. Но, друзья, как вы сейчас знаете, я кандидат мастера спорта, именно по мормышке, и зимняя рыбалка намного круче для меня, чем летняя. Почему же так произошло, что я ненавидел зимнюю рыбалку, любил летнюю, а сейчас наоборот все полностью. Ну, то, что я не ненавижу летнюю рыбалку, просто я люблю зимнюю рыбалку больше, чем летнюю. Как это все случилось? Случилось это как-то так. Так же с друзьями, где-то, знаете, все равно же общение-то хочется, не на работе, не где-то там, где ты можешь пообщаться с друзьями. Естественно, мы летом постоянно на зимней рыбалке, а зимой, ну, это зимние, летней рыбалки не хватало, и как-то думаю, дай-ка я там еще съезжу, еще съезжу на зимнюю рыбалку, просто так для общения, там не столько ради рыбы, и поймав там несколько рыбушек, меня заинтересовало, блин, ну как это ж интересно, просто как, когда так, когда сидишь мучиво, это все, знаете, прямой контакт, надо сказать, с рыбой, то есть это зимняя удочка, у тебя, она в принципе, ты чувствуешь рыбу, не длинной балкой, а вот именно, что чуть не от руки все идет, этот кивочек все, это так минимально, и как-то, знаете, эта деликатность вот эта вся, я не зацепил, мне стало интересно, как так, жерлицы все, а то там уже, я понял, что можно ловить рыбу-то, не только мелкую, но и хорошую, и все втянулось в меня, в рыбалка, где-то уже пошли такие рыбалки, там килограмм, там два поймаешь, это уже, блин, нонсенс был, это сейчас я могу нафигачить, при среднем током клюве, я могу там килограмм 10 рыбу наловить, но она мне нафиг, с одной стороны нужна, просто мне уже, просто оп на опыте, но поймите правильно, зимняя рыбалка, начал я к ней остывать, если честно, потом, спустя какое-то время, почему, потому что, нужно нажилиться, много не наловишь, часто не наездишь, ловля мелочи вот этой, она сама по себе, удовольствие никакого не приносит, как бы, ну, порыбачишь раз, порыбачишь два, ну, куда с этой рыбой, нафиг она, значит, нужна, и, познакомившись с рыболовным спортом, любовь к мормышке, к зимней рыбалке, я мне вернулась вновь, причем, с такой силой, вернулась, что, знаете, просто у меня, я сейчас, даже если хороший клев, я ухожу к там, где рыба клюет хреново, и просто меня, знаете, вымучать рыбу там, где ее практически нету, для меня вот это вот главное, то есть, у меня сейчас цель не столько, половить рыбу, наловить ее там, а понять рыбу, я хожу на рыбалку, на землю, с той целью, чтобы, знаете, найти себе какую-то трудность, задачу поставить, допустим, на рыбалку, и с этой задачей разобраться, то есть, понять водоем, что с рыбой происходит в эту минуту, и как ее, блин, разразнить, потому что в любом водоеме практически рыба есть, но не всегда она клюет, и эти понятия, эти понимания все, они сейчас выручают, помогают на любом спорте просто-напросто, то есть, спортмены ловят все практически одинаково, у всех практически одинаковые снасти, но не у всех одинаково работают мозги, а я считаю, что у меня мозги более-менее правильно работают, для меня, я понимаю, что я еще не все знаю о рыбе, но вот эти вот сложные рыбалки зимние, которые я себя сами делаю, они мне позволяют развиваться в рыбалном спорте, и зарабатывать эти вот медали, титулы, кубки и прочее, и я от этого обалдею, я обалдею от того, что я уехал на соревнования, уехал с медалью, рыба на зимней рыбалке для меня стала вообще не важна, для меня трофей это железяки, железяки, которые я вешаю на шею и даю тебе в руки в виде кубков, вот это для меня трофей на зимней рыбалке, вот так я, из того, что ненавидел зимнюю рыбалку, я влюбился в нее, прям по уши, женился бы прям на ней, ну и третий вид рыбалки, друзья, который я в свое время ненавидел, не понимал, и просто бесило меня, знаете, с одной стороны, причем я никто этой рыбалке не заставлял и не учил, но просто я не мог понять, как ее любят люди, я ходил, пытался ее тоже, знаете, мне просто разнообразие было нужно в свое время, потому что, ну, за спиннину повыришь, на фидер повыришь, ну, охота что-то новенького, а вот эта новенькая мне не давалась, из-за этого я бесился, это, друзья, ловля Харюза на Твердых речках, сейчас я эту гуру рыбалку обожаю, а раньше я ненавидел всей душой, почему это было, и как я влюбился в нее, сейчас я расскажу. Отец у меня Харюза не ловил, скажем так, эта рыбалка пришла от дядьки, дядька тоже был рыбак, он любил рыбалку, в свое время, как-то он втянулся, ловлю Харюза, раньше он ходил на ночную рыбалку, на донки, на запедушки рыбачил, а потом как-то он от этого отошел, и все ходит там, ну поймал сегодня 10 холюсков, там какие-то еще, я все-то поймал, я про себя думаю, да блин, как так-то все, ползаешь там, в кустах комары, полутые, все дела, а он чуть не каждый день проходит на эти, знаете, там этот, хвалится, обалдеет, нафиг не, там, ищи-то, никите, не нужно, я получаю, как удовольствие, много такой вот рыбалки, меня зацепило, думаю, как я расскажу, раз, сходил, весь в крапиве, ничего не половил, одного-двух яльцов, там, я не помню, поймал, вроде, эти мальки, которые постоянно долбят на чьевика, хватаются, поклевов много, рыбы нет, хорю, я никакой не видел, первой рыбалки, меня просто кошмарило, жутко, ну, раз, ходил, восходил, мне нравится, и хожу на работу, где-то, там, мужики на все, разговаривают, там, ну, скажем так, Леха, детятер, знаете, его, наверное, многие зрители, которые, отдых необходим, канал, он тоже любил, хорюза, он рассказывал, там, блин, на спиннинг, рыба, что там, на поплавок, все нравится, все офигенно, ну, да, как так-то, блин, я сколько раз ходил, там, еще друзья, там, я ходил, люблю, там, он, как, молодсольный, очень вкусная, вот эта рыба, ну, да, как вы любите, эту рыбалку, ну, это же, кошмар просто, я, сколько раз, ходил, это, все цепляется, кусты, везде, там, трава, мыши, голоды, как вы, блин, мне это интересно, нет, это круто, я, блин, круто, да, круто, пойду, еще раз попробую, опять ходишь, там, все запутаешься, матередришься, там, психи, и ору, думаешь, нафиг, мне такая рыбалка нужна, ну, друзья, скажу, так, эту я рыбалку ненавидел, но, меня впечатляли вот эти просто, ну, просто, картины, природные, как же там красиво в лесу, не на простой реке, где-то там, а вот реально, там, такие дебри, тайга, и вот этот маленький ручей, в котором водится дикая рыба, меня вот это впечатляло, мне хотелось все-таки ее поймать, и поймав, раз, два, я начал понимать, где он водится, как его поймать, и, стянулось, стянулось так, что, знаете, сейчас мне за уши не оттащишь, от такой рыбалки, то есть есть возможность выбраться на Таёжный ручей, я как и дядька, вот сейчас я его понимаю, у меня нафиг клещи, нафиг мне фидера, все эти спиннинги, ну, спиннинг, вот я возьму и пойду рыбачить, дядька не ловил раньше на спиннинг, только на удочку, ради там, двух-трех поклевок, ради двух-трех пойманных рыбешек, вот этих, трудных, трудовых, вот просто вымучать их, вот это для меня сейчас, блин, это сравнимо с спортом, хариус не спортивная рыба, он не практически ни на каких соревнованиях его поймать невозможно, ни на летних, ни на зимних, но эта рыба очень умная, скажем так, трудно назвать рыбу умной, потому что мозгов у нее нет особо, но хариуса прям, прям он умный, и перемудрить его, обхитрить его, это очень круто, что на поплывок, что на блесну, что на зимнюю рыбалку, зимой я так часто не ловил, но приходилось и на озерах, и на ручах попадался, но летняя вот рыбалка, ну на потрытой воде, это для меня на сегодняшний день из летних рыбалок, потрытой воде, наверное, самое любимое, несмотря на то, что я поплывок в свое время, как-то от него отошел, спиннинг, фидер, отбили, желание ловить на поплывок, сейчас поплывочная рыбалка, спиннинговая рыбалка, хариуса, для меня это просто пушка, ты ходишь в таких диких краях, вымучивши эту рыбу, и получаешь незабываемое, непередаваемое удовольствие, и я понимаю многих зрителей, которые говорят, нафиг мне это надо, 10 там рыбок поймал, и зачем это все стоит, я раньше думал так же, но побывав и половив, на такой речке, когда у меня начало получаться, у меня вот здесь все за нас и рубило. Ну что ж, друзья, вот так вот бывает в жизни, многие знать не знали, что я в свое время, вот эти три вида рыбалок, допустим, спиннинговую рыбалку, ловлю хариуса, зимнюю рыбалку, я не признавал слово совсем, а сейчас все эти снасти перепрыгнули в закидушки, в фигрушки, зимняя рыбалка стала любимей и летней, и в это трудно поверить, потому что еще там несколько лет назад все то, что сейчас я люблю, я не доверял от всей души, просто-напросто из-за того, что недопонимал что-то, и возможно, в дальнейшем, знаете, вот я, допустим, я что-то не понимаю, вот касаемо спиннинга, я в свое время полюбил спиннинг, я сейчас рассказывал уже, но не верил в резину, в джиг, микроджиг, и потом, когда я начал получаться, ловить на микроджиг, вот это вот, то, что ты не любишь, начинаешь любить его, потому что я начал в этом получаться, то есть, если вам что-то не нравится, в рыбалке, я имею в виду рыбалок, я не считаю все цветки, браконьерство, конечно, рыбалка, я просто имею в виду то, что, допустим, сейчас для себя, я ни разу не рыбачил нахлыстом, и знаете, для меня как-то, ну, нафиг он нужен, ну, я прям уверен, если мне сейчас дают хлыстую удочку, и там раз-два получится, потом меня за уши не оттащишь, так что я пока не пытаюсь, допустим, полудить нахлыстом, потому что новые затраты, новые, это, экипировка, дорого выйдет для меня, люблю теперь пока то, на что, что у меня есть, не пытаюсь взять листику куда дальше, какие еще виды рыбалок бывают, не знаю, в принципе-то их много, старых методов, всякие кораблики, фигаблики, не знаю, троллинг, шмоулинг, вот этим я пока не занимаюсь, все равно логи я, и слава богу, но, друзья, вот так вот бывает, еще раз говорю, так что не надо, никогда завекаться, что вот это самое, нафиг ты это логи, что-то не интересно, а вот вы сами попробуете потом, и будете видеть Юлиевик, как ты был прав, и про рыболовный спорт, и про все у меня потом исполните, ну что, друзья, с вами было приятно провести время, на сегодня, я думаю, все, так вот, понастальгировали, порассказывали, ну и, увидимся завтра, надеюсь, на сегодня все, всем пока, до скорых встреч, да, Надежда, дать-ка, вырезай, садись, вырезай, сиди сюда, иди сюда, порезай, твой диван-то, все, друзья, всем пока, иди сюда, заходи на его, на сегодняшний ход, я заходи, как иди сюда, так как это супер, как иди сюда, так как то, Продолжение следует...